всем привет с вами на связи сергей я бывший мастер по ремонту стиральных машин с опытом работы более семи лет и в этом видеоролике я хотел бы с вами поделиться очень такой насущной животрепещущей информации о том какую же стиральную машину стоит покупать в текущих реалиях то есть на данный момент 2019 год может быть кто-то будет смотреть этот ролик гораздо позже но я не думаю что ближайшие пять лет каким-то явно что-то сильное произойдет на рынке и произойдут какие-то сильные изменения и я думаю что все-таки лучшие производители они станут еще лучше и более качественнее будут соответственно предоставлять свои продукты вот этот рейтинг основан не только на моем опыте когда я работал мастером по ремонту стиральных машин я буквально закончил год назад эту практику вот а также он основан на опыте моих коллег и не только коллег по городу тому которым я проживаю да то есть это курск под курском я проживаю вот но также и тех ребят которые работают всецело вообще по россии то есть это такой общий рейтинг от многих мастеров и здесь я хочу просто прибавить свои некие рассуждения и доводы почему именно эти стиральные машины почему именно нет скажем так определенных мест первое второе третье там таких вот здесь места делят то есть если мы будем выбирать первое место то первое место я отдаю стиральным машинам это lg samsung то есть стиральные машины от фирмы lg samsung они эти машинки вот кто бы что сейчас мне не говорил и некоторые мастера могут со мной не согласиться но я считаю так что эти машинки схожи вот они одинаковые вот и допустим у них очень много одинаковых элементов и вообще такое ощущение что вот эти две марки машинки два производителя между собой конкурируют то есть вот такое создается ощущение и смотрите почему я отдаю первое место ну вообще не первое место почему я говорю и советовал всегда своим клиентам покупать данные стиральные машины именно для того чтобы ними пользовались да почему именно эти стиральные машины а не какие то другие потому что со мной могут сейчас не согласиться пользователи да и простые люди которые используют стиральные машины они скажут да ну какой lg samsung лучше взять индезит или арестон допустим на но люди совершают ошибку когда это говорят дело в том что когда люди эти люди говорят о индезитах и арестонах они имеют ввиду свои старые стиральные машины итальянской сборки которые ну просто не убиваемые то есть не по 20 по 25 лет ходят эти машинки и у них поломки первые поломки возникает только спустя 15 лет где-то вот так вот но это итальянские машинки это старые стиральные машины которые были на рынке сейчас этих таких машин нету таких машин эти фирмы индезит и арестон уже не производят то сейчас их получается качество очень сильно упало вот и поэтому судить о том что было раньше и что сейчас в это очень грубое суждение она неправильная те люди которые рассуждают именно таким образом что я лучше куплю индезит и арестон потому что она у меня проработала 20 лет и идут магазины покупают на текущий момент те стиральные машинки которые предоставляют данные фирмы они совершают очень грубую ошибку потому что на самом деле всегда нужно оперировать не тем какая марка раньше была и какой производитель раньше был качественный и сколько эта марка у вас проработала а необходимо учитывать то что на данный момент с этим производителем происходит да какие продукты они продукцию свою выпускают и лучше всего оперировать конечно же тем теми знаниями которые обладают именно сервисные центры и частные мастерские частные мастера то есть задавать непосредственно им напрямую вопросы и как можно больше совершать звонков по многим мастерам для того чтобы собрать статистику из первых уст не доверять никогда интернету массовый какой-то массовым источником информации телевизору там тем более вот а просто напрямую у себя в регионе прозвонить несколько мастеров несколько сервисных центров даже некоторые сервисные центры можно приехать его очень в мастерской посмотреть какие же марки в основном своем стоят сервисном центре большинстве своем то есть если вы это увидите то вы узнаете на данный момент что чаще всего больше всего ломается и выходит из строя вот поэтому всегда задавайте конкретные вопросы вот когда хотите покупать купить какую-то крупную бытовую технику лучше обзвоните несколько мастеров сейчас мастера более-менее лояльны к своим клиентам это особенно относится к новым мастерам да как сказать к новым мастерам к молодым мастерам вот не из постсоветского допустим режима да и постсоветский режим тоже ребята начинают подтягиваться понимая что нужно с клиентами нормально общаться нужно нормальные советы давать и соответственно делиться опытом и поэтому мастера делятся опытами они на самом деле рассказывают прям напрямую он даже мастеру если некогда с вами поговорить он просто вам скажет берите lg берите samsung все на это в принципе стоит полагаться теперь я объясню с чем связан данный выбор почему мастера выбирают именно эти стиральные машины почему они именно в текущих условиях если что-то новое берут то берут именно эти стиральные машины с чем это соответственно связано самое первое самое лучшее преимущество у данных стиральных машин я в общих чертах буду говорить самых таких жирных плюсов вот lg и samsung делят первое место вообще по рейтингу и у них такой несомненно идет борьба между собой это связано с тем что у них одни из самых лучших модулей управления то есть по-русски говоря мозги самые лучшие мозги на рынке на текущем вообще в мире они как самые лучшие по защите они как самые лучшие по логике и данные модули управления очень очень редко выходят из строя и некоторые случаи когда мозги казалось бы вышли из строя это вовсе не является этим то есть мозги не выходят из строя просто так в этих машинках там суперская защита у них стоит это я вам говорю как мастер вот простым языком я не буду вдаваться в подробности просто вам сразу говорю что это одни из самых лучших производителей электронки вот и смотрите участились случаи одних я буду рассказывать в отдельных роликах ролики эти будут посвящены тому как же вас дорогие мои дамы и господа обманывают сервисных центрах не особенно в таких сервисных центрах которые называются сервисными центрами на самом деле это является посредниками как они вас обманывают разводят на деньги что они используют и в частности вот сейчас я хочу коснуться такой теме как блокировка защита от детей часто многие клиенты они ошибочно но я не знаю это ошибочно нажать две зажать эти кнопки для того чтобы произошла блокировка от нажатий случайных вот из боя программ обычно это делают дети то есть производители сделали такой интересный режим в этом интересном режиме предусмотрены определенный набор нажатия определенных комбинаций кнопок давайте я вам даже сейчас покажу со своего рабочего стола о чем я хочу о чем я говорю смотрите видите пунктирная линия и изображение ребенка да то есть данный режим включает блокировку защиту от детей то есть если ваш ребенок подойдет к стиральной работающей к стиральной машине и начнет просто хаосом так нажимать на кнопочки если этот режим активирован то с вашей машинка ничего не произойдет то есть просто будет мигать индикация машинка продал будет продолжать дальше стирать единственное что будет работать кнопка включения выключения стиральной машины при этом а у машинки если нажать на кнопку включения выключения произойдет обнуление программы вот и машинка перестанет просто стирать вот она просто встанет она встанет даже с водой через некоторое время даже возможно разблокируется. Вот. И сейчас многие людей обманывают на этих режимах. Когда включается этот режим, и человек, не понимая, что у него включен этот режим, нажимает на все кнопки, и ничего не происходит. У него не меняются режимы, у него не происходит ничего на дисплее, он не может выбрать никакую программу, он включает и выключает машинку. У него все то же самое происходит, и он делает вывод, что у него вышли из строя мозги. Он звонит в сервисную мастерскую, звонит сервиску, звонит мастерам, спрашивает у них, что у меня с машинкой, вот она ни на что не реагирует, кнопки просто мигают, не происходит выбора программы. Ему обычно сразу же говорят, да вот, у вас вышли из строя скорее всего мозги, нужно приехать, посмотреть. Мастер приезжает на место, видит, что у него включилась блокировка от случайных нажатий, вот. И, ну, кто-то эту блокировку активировал, и он, соответственно, говорит, да, вот вам нужно восстанавливать модуль управления, так как машинка новая, мозги дорогие, и работа эта, соответственно, дорогая, и некоторых людей надувают просто на такие космические суммы, ну, я просто в шоке. На самом деле, они просто отвозят ваш, забирают ваш модуль управления, затем его привозят, выключают блокировку и с пустого места зарабатывают деньги. Но об этом в отдельной теме, то есть не в этой теме, а то сейчас очень сильно растянется ролик. Так что смотрите, LG и Samsung, одни из самых лучших по модулям управления, активная защита, которая стоит в этих модулях управления, способствует тому, что стиральной машины, даже будучи, когда у них происходит короткое замыкание, ввиду того, что, допустим, сгорел ТН, да, и в воду начало поступать электричество, то есть банально происходит утечка тока, эти стиральные машины все равно могут работать в режиме холодной воды. Когда происходит короткое замыкание, они просто отключаются, их потом можно опять включить, и она будет работать, но, возможно, будет работать с ограничениями с каким-то, если только это не произошло по линии питания, допустим, двигателя, вот, или сливного насоса. Если это проблема с ТНом, то она будет работать в режиме холодной воды. Также эти машинки защищены активно, очень хорошая у них защита от скачков, от напряжения. В эти, к этим стиральным машинам не нужно подключать каких-то дополнительных стабилизаторов, упрямителей напряжения, вот, и они продолжат стабильно работать при любых скачках. То есть, она может выключиться, может обнулиться, но с ее оболочкой программной ничего не произойдет, никаких критических сбоев не будет, и, соответственно, ее не нужно будет перепрошивать, как в машинках более низкого класса, о которых я, соответственно, чуть попозже расскажу. Поэтому здесь, когда машинки выделяются за счет того, что у них очень крутые модули управления, мозги, можно сказать, да, вот по-русски, опять-таки, говорю, я по-простому разговариваю, по-простому говорю. Это, несомненно, самый огромный положительный плюс, потому что мозги, как раз-таки, и управляют всеми остальными узлами в стиральной машине. Вот. И чем лучше они работают, тем лучше они защищены, тем дольше проработает ваша стиральная машина без сбоев и без соответствующего обслуживания и ремонта. Вторым плюсом, несомненным, просто огромным плюсом, это является то, что в стиральных машинах данного направления сейчас появились такие инверторные двигатели. То есть, как говорят еще некоторые мастера, типа, не существует такого понятия, как инверторный мотор, инверторный двигатель. Вот. Ну, не знаю, если производитель сам, допустим, пишет, я всегда по-народному говорил, всегда говорил по-народному, чтобы простые люди меня понимали, чтобы не вводить их в заблуждение. Я всегда говорил, вот, инверторный мотор. В чем заключается его преимущество? Его преимущество заключается в том, что это неубиваемый двигатель. Он, на него производители дают гарантию 10 лет. С чем это связано? Да это связано просто банально с тем, что двигатель практически невозможно убить. Вот этот. И поэтому на него дают такую гарантию. Единственным минусом в данном двигателе является и то, из-за чего, скажем так, он не выходит из строя, но он прекращает работу свою, это являются датчики холла. Достаточно частое явление, когда датчики холла выходят из строя и двигатель просто банально замирает и не работает, либо работает со сбоями. Но эта проблема настолько просто решаемая, что посмотрев некоторые ролики на ютубе, некоторые люди сами просто ремонтируют данные двигателя, потому что ремонт датчика холла, его, кстати, можно восстановить, а можно не восстанавливать, просто поставить новый. Но подключение нового проблем ни у кого практически не вызывает, кроме разборки двигателя. Там есть определенные нюансы и не всем под силу его нормально разобрать. Так что вот так. Поэтому эти две стиральные машины еще выделяются на рынке тем, что у них в большинстве своем сейчас в новых машинках стоят инверторные моторы, которые практически неубиваемы и исключают две вещи, два расходных элемента, на которые впоследствии тратятся люди при осуществлении обслуживания и ремонта в других стиральных машинах. Это ремень привода, то есть такой резиновый композитный ремень, который применяется в стиральных машинках в прочей категории с простыми щеточными двигателями. И это, соответственно, электрощетки. То есть у вас исключаются два элемента из того, что они могли выйти, допустим, у вас из строя. И сам, соответственно, двигатель. То есть у вас дополнительно гарантия 10 лет на двигателя в этих стиральных машинах в Samsung и LG. И этим они очень сильно на рынке выделяются среди своих конкурентов в одних и тех же ценовых категориях. Вот. И за счет этого просто это самые лучшие стиральные машины, как я считаю. Со мной могут сейчас поспорить и сказать, да ну, Серега, ты не вся же бурет, эти машинки достаточно часто ломаются. Но знаете что? По практике я вам скажу, что же достаточно часто выходит в стиральных машинах любой категории. Какую бы вы марку ни взяли и какого бы года производства, и кто бы это не производил машинку, произведены старые машинки были в Италии, допустим, или новые в Китае, или сборка белорусская, или сборка российская. Все абсолютно стиральные машинки в любой ценовой категории от 10 до 300 тысяч рублей. В них первым делом всегда самое частое, что выходит из строя, это ТЭНы. То есть горят ТЭНы, водонагревательные элементы, без разницы, какая-то машинка, горят именно они. Вот. Затем по частоте выхода из строя следующими идут сливные насосы. Но чаще всего сливные насосы не выходят из строя, а просто происходит следующее, то что сливная система забивается. Либо там посторонний предмет какой-то залетел, либо просто банально мусор скопился. Об этом я тоже последующих роликов своих буду рассказывать, соответственно, как самостоятельно можно все это выявить и устранить. Вот. Поэтому и говорю, что вот если кто-то со мной сейчас из мастеров не согласен, то и говорю, то они так же часто ломаются, то да, если машинку неправильно эксплуатировать, если ее не обслуживать, не проводить техническое обслуживание, то, соответственно, какая бы стиральная машинка не была крутой, какая бы у нее не была крутой мозговая оболочка, программное обеспечение мозги, модули управления и движки, то, соответственно, у нее единственным местом, узлом уязвимым будет оставаться всегда нагревательный элемент, то есть тен. И здесь хочу сказать, что Samsung и LG стараются этот вопрос все-таки решать. И как они его решают? Дело в том, что они свои тены, водонагревательные элементы стараются делать из немного более прочных материалов, стараются эти... Вот вы, допустим, наверное, сталкивались с следующим понятием, таким как керамический тен, да? То есть, ну, простые люди говорят так. Керамический тен. То есть, даже бывает, что продавцы в магазинах говорят, вот в этой машинке установлен керамический тен. И немного они ошибаются, конечно, неправильно говорят, потому что это не керамический тен. Это тен с керамическим напылением. Это защитное напыление служит для того, чтобы на этом тене меньше всего образовывалось накипи. И этот тен не пробивало, то есть, не происходило утечки тока, и эти тены прослужили дольше. Но в последующих роликах я буду рассказывать и буду вам показывать, есть ли плюсы в данных тенах, и действительно ли керамическое напыление служит защитой, вот, и что вообще на самом деле на рынке происходит вот с такими тенами. Так, у меня звонок поступил. Вот, так что, дорогие дамы и господа, я, несомненно, вам могу рекомендовать это LG и Samsung. О том, говорю я правду или говорю неправду, ввожу в заблуждение или что-то еще. Вы можете сами узнать по своему городу, региону, просто обзвонив несколько мастерских, несколько мастеров. Только не звоните одному-двум человекам, да, позвоните как минимум пяти, пяти людям. Позвоните, вы сами узнаете о статистике. А если у кого-то есть возможность посетить сервисный центр и просто попроситься в сервисный центр и посмотреть в мастерской, что там творится, да, или есть у вас возможность пройти в эту мастерскую, как бы ошибшись входом в двери, да, то есть ходите просто банально в саму мастерскую и быстренько оглядываете, смотрите технику, которая там стоит. И желательно, конечно, чтобы этот сервисный центр был не какой-то одной фирмы, да, то есть авторизированный сервисный центр, допустим, Samsung или LG, то ясен пень, там будут все стоять, стиральные машинки и вся техника от LG или Samsung. Нужно, чтобы этот сервисный центр был со многими фирмами, другими от них с авторизацией, то есть чтобы там LG, Samsung, Indesit, Zanussi и все остальные марки присутствовали, вы просто увидите среди этого хаоса, какие машинки, каких марок в основном стоят. Ну и сможете задавать вопросы, соответственно, людям, они вам должны об этом рассказывать в сервисных центрах и должны делиться информация о том, какая же техника чаще всего на данный момент ломается и выходит из строя. Поэтому LG и Samsung на первом месте, они, скажем так, делят. Единственное, что вот, знаете, что я хотел бы сказать вам о Samsung. Я раньше все-таки больше всего рекомендовал людям Samsung, потому что у меня у самого Samsung, вот, и к тем людям, которым я выезжал ремонтировать Samsung, мне все-таки больше эти машинки нравились по многим причинам, но о них сейчас я не буду рассказывать. Но за последние пять лет достаточно много стиральных машин Samsung Diamond начали попадать в ремонт, в капитальный ремонт, связанных с заменой крестовины. То есть у них начали гнить крестовины и банально просто машинки ссыпались. Вот. Все это было связано с тем, что крестовины были изготовлены из достаточно тонкого металла и непонятного композита, который просто сам по себе разрушался, независимо от того, использовали вы химию или не использовали для того, чтобы очистить стиральную машинку от накипи, потому что есть люди-экстремалы, которые используют лимонную кислоту и тем самым убивают свои стиральные машины. Так вот, я в своей стиральной машине не использовал лимонную кислоту, но меня тоже затронула эта проблема. Спустя 7 лет у меня просто посыпалась крестовина Samsung. В то же время в тех же LG крестовины сделаны из более толстого металла. Ну и, соответственно, ясно, что чем толще металл, тем дольше он подлежит процессам коррозии и разрушению. То есть он дольше прослужит. То есть вот такие вот моменты есть. Поэтому если бы я давал бы 2 места, да, всего бы в рейтинге было 2-3 места, то первое место я бы все-таки отдал LG, второе место Samsung. Вот именно... связанное вот с этим таким недостатком, да. Что там установлено в экобаблах, в новых машинках, которые сейчас выходят, какого качества крестовины. Все это покажет время спустя 5-7 лет. Но пока те машинки стиральные, которые попадаются у нас именно вот с такими капитальными ремонтами, это вот в основном Samsung Diamond идут. То есть предупрежден, как бы скажем, вооружен. Поэтому первое место, несомненно, LG и Samsung. Это подтвердит вам любой мастер, с которым вы сможете воочию пообщаться, если только это какой-то не новичок. Потому что новичок вам вообще конкретно ничего подсказать не сможет. Затем, дамы и господа, второе место я бы хотел отдать. Это Zanussi и Electrolux. Очень хорошие стиральные машины. Но если брать вертикалки. Просто неубиваемые стиральные машины. И за счет того, что внутри вертикалок стоит сетка-ловушка внутри самого бака. Там застревают многие посторонние предметы. И добиться эффекта того, чтобы там сгорел сливной насос, вышел из строя. Или сливная система забилась мусором, который проник глубоко внутрь, допустим, патрубков, да, застрял там где-то. И вам пришлось, вы самостоятельно не смогли почистить, соответственно, все. И вам пришлось вызывать мастера. В этих машинках достаточно редкое явление. И здесь, благодаря этим сеткам-ловушкам, вы самостоятельно можете почистить трактат-слив. И, соответственно, машинка у вас дальше продолжит работать. И почему именно вертикалки? Вертикалки дело в том, что здесь стоит два узла подшипников, справа и слева, соответственно. Эти машинки выдерживают достаточно серьезные перегрузки. И по этим машинкам я в следующих роликах расскажу, как вам выбирать более грамотно себе стиральную машину. И на чем основываться должен ваш выбор. Именно в стиральных машинах, для того, чтобы вы как можно более-менее грамотно подобрали себе стиральную машину, не совершили критических ошибок, чтобы эта машинка вам как можно дольше потом последствий прослужила. Вот. Поэтому здесь вот я могу рекомендовать Занусси и Электролюкс. Это вообще на самом деле одно и то же. Вот. Но кто будет вдаваться в историю, можете посмотреть, в чем суть, как разделилась эта компания на две вот такие вот марочки Электролюкс и Занусси. Вот. И что это вообще произошло у них, да? Это как Индезит и Арестон. Тоже думают некоторые, что это разные машинки. Это одно и то же. Вот. Как Электролюкс и Занусси. Поэтому я им смело отдаю второе место, но только машинкам с вертикальной загрузкой. Единственным минусом в данных машинках и вообще во всех стиральных машинках вертикальной загрузки является то, что у них очень часто гниют петли люка. И как бы производители их не защищали, не покрывали краской, использовали композиты, эти петли все равно гниют и ничего тут с этим не поделать, кроме как того, что нужно правильно эксплуатировать данные стиральные машинки после стирки. Желательно, чтобы машинка постояла в открытом состоянии, ну, часика-два, чтобы вся влага, которая присутствует в баке, она просто испарилась. И то она вся не испарится, потому что много воды остается в системе слива воды. То есть там приблизительно 200-250-300 миллилитров воды остается в системе слива и она, соответственно, имеет свойство испаряться. И, соответственно, куда у нас идет пара? Он идет у нас наверх. Вот там все это, соответственно, искапливается и поэтому в основном чаще всего и гниют узлы. люков в данных стиральных машинах. Вот. Почему не рекомендую фронталки? Ну, дело в том, что есть специфика определенная связанная. Она связана как раз-таки банально с мозгами, банально с модулями управления в данных стиральных машинах. И здесь немножечко все сложнее, здесь немножечко все похуже, чем у Samsung и LG. Но вертикалки однозначно стоит брать, потому что, ну, машинки очень прекрасные. На данный момент новые из них я могу как раз-таки выделить вертикалки. Далее третье место, которое я хочу отдать. И почему именно эту марку? Потому что некоторые мастера сейчас скажут, Серега, ты че, елки, мы не дадим и третье место, и десятое место этой марки. Но я отдаю это место, третье, заслуженно марки Атлант. Из-за чего? Из-за того, что это самый дешевый сегмент на рынке вообще в целом, да, по России. То есть это одни из самых дешевых машинок, которые вы можете приобрести для себя, для своей семьи, для эксплуатации. Это Атлант. И здесь они берут качеством обслуживания. У них обслуживание сравнимо, наверное, с Самсунгом. Вот. Самсунги вообще лидеры по обслуживанию, по гарантийному обслуживанию. Но Атлант здесь выходит на первое место по обслуживанию. И связано это с тем, что у них обслуживание бесплатное, сервисное, три года. На рынке никто такое обслуживание не предоставляет. Атлант держит свою ремарку. Вот. И он три года обслуживает стиральные машины. И если у вас возникают какие-то проблемы любого характера, они приезжают и устраняют эти проблемы молча. Мастера все делают. И в течение трех лет вам меняют все узлы, все запчасти в этих стиральных машинах. Вот. А в остальном, что касается этих стиральных машин, модулей управления, двигателей, комплектующих, качества комплектующих. Я эти вопросы буду разбирать немного попозже. В других роликах я вам расскажу о плюсах и минусах данных стиральных машин. Ну, а основным жирным плюсом, двумя жирными плюсами, это является на рынке то, что это цена, то есть самые низкие по стоимости стиральной машинки у нас на рынке представлены. Вот. И это гарантия. Гарантия три года. То есть, если вы ограничены в средствах, то вам, возможно, стоит присмотреться именно к покупке данной техники. Потому что три года вам ее бесплатно будут обслуживать. Вот эту стиральную машину. Это вот о плюсах. О минусах отдельно в других роликах. Поэтому я третье место отдаю Атлантам. На самом деле, вот если бы я выбирал среди современных стиральных машин себе что-то, да, то я лучше бы поднакопил и взял LG или Samsung. Вот. Или взял бы, допустим, Electrolux и Zanussi. Но они берутся при определенных условиях. Вот. А в сторону Атланта и всех остальных... Вообще не в сторону Атланта, а в сторону всех остальных стиральных машин я бы даже не смотрел. Вы в моем рейтинге не увидите стиральных машин именитых марок Siemens и Bosch, допустим. И с чем это связано, я вам потом расскажу в следующих, соответственно, роликах. Я постоянно говорю потом, потом, потом. Вот. И следующее, четвертое место я бы хотел отдать, допустим, Indezit. Индезит. Старые стиральные машинки итальянской сборки были просто шикарные, просто неубиваемые. Особенно те машинки, в которых были баки из нержавейки, где подшипники можно было поменять, не разбирая сам бак, а просто сняв крестовину. Крестовина, которая была внешней. Вот. И это было несомненным их огромным плюсом. Просто эти машинки, ну, просто неубиваемые. Там нечему было ломаться. Особенно если это была полумеханика, то это просто шикарные машинки в своем. Но то, что сейчас произошло с этими стиральными машинками и с производителем в целом, очень огорчает. К сожалению, очень огорчает меня, покупателей, пользователей. Но, скажем так, не огорчает мастеров. Потому что на чем-то нужно зарабатывать. Вот сейчас и зарабатывают огромные деньги просто на ремонте данной техники. Вот. И, к сожалению, в качестве индезита Аристона очень сильно потеряли и упали со временем. И эти машинки я могу только поставить вот на это место. Это рейтинг, можно сказать, еще связан с тем, насколько популярны у нас... Вот если мы возьмем сейчас рейтинг, насколько популярны какие марки у нас в стране вообще по тому, сколько, как часто их покупают и какие часто на самом деле машинки покупают, то на первом месте у нас будет стоять индезита Аристон, на втором у нас будет стоять Атлант и на остальных будут все остальные стиральные машины стоять. Это является именно так. Потому что многие люди просто выбирают исходя из того, какой у них бюджет. То есть сколько денег у них в кошельке. И даже оформляя кредиты, люди стараются выбирать что-то подешевле. Потому что за кредит в целом нужно будет-то все равно переплатить. И поэтому, если брать по такому рейтингу, по тому, насколько часто какие марки берут, то в основном берут индезиты Аристон. И почему индезиты Аристон? Это все основано на том, что люди отталкиваются от своего прошлого опыта, от советов коллег, родственников, и друзей о том, что вот у них машинка стоит, и она 15 лет проработала и совершают критическую ошибку. То есть вот этот производитель, он выруливает на том, что было раньше хорошего. Но сейчас, к сожалению, все поменялось. Вот. А в сторону марок LG и Samsung люди очень плохо смотрят. И тут еще выруливает Атлант за счет того, что у них мало того, что и стоимость машинок очень низкая, так еще и гарантия 3 года. А если брать Samsung и LG, более сложные стиральные машины с более лучшей начинкой, защитой, но они дороже, чем все остальные стиральные машины. И я рассказал, чем это обусловлено. Тем, что когда вам дают гарантию 10 лет на двигатель, это да что-то значит. То есть производитель рискует своим лицом, рискует своим имиджем на рынке то, что вот если у него будут эти двигатели осыпаться, он дал гарантию. Вы представляете, какие затраты будут на все на это. Вот. И здесь это все оправдано. Эти двигатели очень редко выходят из строя. Поэтому мой рейтинг основан не на популярности. Мой рейтинг основан на том, как долго работает стиральная машина. Насколько часто и какие поломки в данных стиральных машинах появляются. Вот. Вот смотрите из этого рейтинга, что можно сделать, какой можно сделать вывод. Самая популярная по пололомкам, вообще самые популярные поломки, топ номер один, первое место, это выход из строя ТЭНа, водонагревательного элемента. Во всех машинках без исключения топ первое место. И в LG, в Samsung, Electrolux, в любой марке, возьмите, самое первое обычно, что выходит из строя, это ТЭН. Второе место, это засоры и выход из строя сливного насоса. Так вот, самые частые поломки в LG и Samsung, это ТЭНы и засоры. ТЭНы и засоры, все. Вот. А если брать, допустим, стиральные машинки фирмы Atlant, Indesit или Ariston, то там уже на первое место выходит не только это. Там следом еще и тянутся модули управления. И остальные комплектующие, по которым достаточно много вопросов возникает, как к производителям, вот, так и к тем людям, которые используют эту технику. Потому что неправильно использование данной техники очень часто приводит к сложным поломкам, комплексным поломкам. И в результате чего очень приходится много людям платить за данный ремонт. То есть вот так. То есть рейтинг мой основан именно на этом. То есть на качестве, на производителя, на те степени защиты, которые присутствуют в стиральных машинках. Также на качестве сборки. Также на качестве комплектующих. Сборка тоже имеет немаловажный фактор. И я подразумеваю не то, кто ее собирал. В Европе ее собрали, или в России, или китайцы ее собрали. А то, из каких материалов это изготовлено. И как изготовлены даже те же самые примитивно корпуса. То есть, если в этих, какого слоя краска там, кромка металла, допустим, в крышках, да, задних особенно крышках. Обработана ли эта кромка? Загнута ли она? Отшлифована ли она? Отверстия под саморезы? Отшлифованы ли они? Убраны ли эти заусенцы? Или нет? Уже основываясь на вот этом, вы можете понимать, насколько качественно подходит к производству своих продуктов та или иная фирма. И Samsung и LG очень качественно к этому ко всему подходят. У них есть загнутые кромки у металла, нету рваных краев. И заусенцы, соответственно, все отшлифованы. И очень толстый слой краски. Вот. Если брать все остальные марки, то здесь очень сильно грешат, допустим, Indesit Ariston. Кромка металла в задних крышках очень часто не обработана, очень острая, постоянно режутся пальцы, когда лезешь доставать какие-то комплектующие оттуда. Кромка саморезов, просто банально саморез выбит, отверстие выбито с внешней стороны, а с внутренней стороны там вот такая вот штука торчит, и ты пальцы всовываешь, и назад, когда начинаешь их высовывать, то ты, соответственно, режешь себе кожу. То есть это немаловажные факты, когда ты обслуживаешь или ремонтируешь данные стиральной машины, и ты на это со временем начинаешь обращать. То есть на то, как это все собрано, какое качество у элементов. И какая защита активная присутствует. Защита в первую очередь электронки. Потому что многие люди, покупая технику, допустим, к себе за город, там, где постоянно происходит сбой электропитания, то есть тут гроза прошла, вырубила свет, скачок напряжения возник, сосед решил поварить свою машину, да, напряжение начало прыгать. Многие стиральные машины просто выходят из строя, у них сбивается программное обеспечение. И если брать в этот момент Samsung и LG, с ними ничего плохого не произойдет в этом случае. Вот, машинки либо попадают в ошибку, встают, либо выключаются. Просто банально их потом можно перезапустить. Вот, с остальными марками, к сожалению, все гораздо, гораздо сложнее. Вот на этом, собственно, и основан мой выбор. Если будет что-то непонятно, вы можете мне написать в комментариях, я, соответственно, отвечу, постараюсь ответить вам на вопросы, вот, почему именно вот такие марки, почему именно вот такой рейтинг. Более подробно рассмотреть некоторые машинки, более подробно рассмотреть некоторые функции и качество сборки, допустим. И в последующих роликах я постараюсь по каждой марке выразить именно свое личное мнение. И здесь нужно быть все же очень аккуратным, потому что производители тоже так же следят за тем, что же говорят о их марках. Мастера, допустим, мастерские, как бы не вляпаться просто в проблемы с тем, что можно негативно очень много наговорить об одной марке, вот, об одном производителе, и потом, соответственно, можно получить повесточку в суд от этого производителя. Я постараюсь это сделать аккуратно для того, чтобы у меня таких проблем не возникло. Но я всегда своим клиентам помогал. Я всегда помогал тем людям, которые стояли перед очевидным выбором, какую же машинку им купить. И нередко бывали такие моменты, что когда люди приезжали в магазин и соблазнялись такими акциями, как, допустим, получить скидку на новую стиральную машину, если привозишь старую стиральную машину, сдаешь, или какую-то другую технику. Но эти акции обычно чем-то ограничены. И они были ограничены в основном своем тем, что был какой-то ограниченный выбор определенной марки. И я, соответственно, своих клиентов консультировал, с чем это было связано и почему не стоит пользоваться этими акциями, если они хотят брать стиральную машину под определенные цели. Потому что вот сейчас кто-то меня послушает и скажет, да, какая еще цель может быть, когда ты берешь стиральную машину? А цель может быть только одна – стирать. То есть, чтобы хозяйка стирала вещи. А на самом деле многие люди, приобретая стиральную машину, приобретают ее не только просто для стирки, а здесь нужно выделять несколько факторов, которые будут очень сильно влиять на то, как будет эксплуатироваться стиральная машина, насколько долго она вам прослужит. И здесь очень много факторов. И все зависит и от того, где машинка установлена, как она установлена, на чем она стоит, кто ее использует, сколько членов семьи в семье. Вот. И, соответственно, для каких целей она приобреталась? Для коммерческого использования, некоммерческого использования? Допустим, у вас есть инвалиды, вам приходится постельное белье очень часто стирать. И здесь необходимо брать машинки немножечко другого класса. Но обо всем об этом я буду рассказывать в других роликах и постараюсь быть вам максимально полезным для того, чтобы вы смогли наиболее грамотно подойти к выбору крупной бытовой техники, потому что она сейчас стоит не копейки. Все это очень дорого. И для того, чтобы вы смогли себе приобрести наиболее качественную технику и основываясь не просто на каком-то рейтинге в интернете и тому, что он сказал продавец, берите это и это супер. Вот. Или то, что вам посоветовали соседи. А на том, что вы получите именно рекомендации от мастера, который сам ремонтировал эту бытовую технику. И я продолжаю дальше. Ну, я не сам сейчас не занимаюсь ремонтом стиральных машин, но я обучаю мастеров, подготавливаю их. И, соответственно, ко мне стекается очень много информации. Как от моих учеников, так от тех ребят, с которыми я сотрудничаю и продолжаю сотрудничать по ремонту стиральных машин. Вот. От всех этих мастеров стекается ко мне информация. И я, соответственно, обладаю этой информацией и выявляю какие-то узкие места в определенных каких-то брендах и марках. Могу вам об этом рассказывать. Потому что мне это ничего не стоит. Вот. А вы, соответственно, сможете сделать более грамотный и логичный выбор в сторону покупки той или иной модели и марки именно под ваши текущие условия. Или, возможно, под условия, которые у вас поменяются в будущем. Для того, чтобы та стиральная машинка, которую вы купили, прослужила вам долго верой и правдой, как минимум, хотя бы тот срок, который заявляют производители. На данный момент производители в основном своим заявляют о сроках эксплуатации стиральных машин в среднем 5-7 лет. Раньше это было 10 лет. Сейчас делают 5-7 лет. И на самом деле эти машинки столько и служат, но могут прослужить и дольше, если вы будете прислушиваться к тем советам, которые я дам вам позже в следующих роликах и, соответственно, по тому, как правильно эксплуатировать, как правильно выбрать стиральную машинку именно под свои конкретные условия. Всем спасибо за внимание. С вами был Сергей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите свои комментарии, согласны ли вы со мной, согласны ли вы с рейтингом, который я вам привел, согласны ли с моими доводами, что вы вообще думаете по всему по этому поводу. И до новых встреч!